привет в этом видео буду говорить какие черенки какие почки выбираю для прививок в конце мая в начале июня постараюсь показать на разных деревьях начнем с абрикоса абрикос ранней весной прививается очень плохо а в это время в конце мая в начале лета приживается как сорняк не верите посмотрите вот это видео ссылка будет наверху тут как раз на один по двой поса были посажены черенок прошлого года и зеленый черенок и как мы видим развитие на зеленом черенки гораздо мощнее плюс сейчас достать такой черенок гораздо проще первым делом ищем вот такие приросты это также могут быть волчки которая выдавила из толстых веток или даже прямо из штамба макушка здесь трава а чем ниже тем менее податливее значит становится одревесневший такое состояние ветки я называю фазой пластилина когда дерево формирует лепит то что и надо так смотрим по почкам верхней части они такие напоминают капельку надеюсь видно а чем ниже такие более рельефные более выраженные надеюсь фокусируется нормально и вам видно вот эта веточка годилась прививки уже где-то 20 22 мая это понятно что в разных регионах эти сроки могут смещаться здесь я выбрал вот оставляем вот эти нижние почки и примерно вот такой черенок я выбрал для прививки лучше всего подойдет метод за кору но не вращеп а если делать вращеп то расщелина в которую будем вставлять черенок может ее слишком сильно зажать и повредить волокна так как веточка же еще не до конца древесневшие допустим у нас нет такого прироста и нет прошлогодней ветки на которой почка сама набухла а есть вот такая древесневшие ветка но без набухших почек почки здесь рельефные выраженные если сравнивать с вазой пластилина то эти почки они как бы более законсервированы и чтобы они проклюнулись понадобится больше усилия для этого я убираю верх и обрезаю все листья и примерно через неделю как только почки начинают проклевываться уже можно прививать далее перенесем это и на сливу слива просыпается чуть позже абрикоса и и вот такие молодые ветки тоже вызревают для состояния прививки чуть позже вот она будет годится где-то 5 июня а на абрикосе как я сказал где-то 22 мая а теперь рассмотрим как достать почки на такой на прошлогодние ветки 5 мая я срезал вот такие листочки вот на этой ветки вот эти вот здесь был лист я его срезал и все равно от проснулись почки сейчас они уже не годятся для прививки но где-то когда они только что проклевывались это было 15 мая срезал листья 5 мая через 10 дней не год вот эта ветка годилась для прививки практически везде есть почки вот еще веточка где срезал почки но видите не везде просыпаются для этого лучше всегда бывает дождаться пока начинает почка проклевываться чтобы наверняка видеть что мы прививаем теперь так бегло по другим деревьям это алыча это почка годится это щелковица тутовник прошлогодняя прививка тоже вот есть почечка если вот этот побег убрать то она бы пошла в рост и вот эту ветку можно было привить вот здесь я побег убрал и пожалуйста идет почка но это уже слишком толстый для прививки я как бы показать где бывают почки яблони это тоже прошлогодние прививки на яблони всегда можно найти почку не обязательно ждать от свежего прироста дальше далее черешня здесь тоже как и на сливе 5 мая были срезаны листья и где-то 15 мая они стали проклевываться вот новые побеги и были готовы для прививки а это груша на ней тоже всегда есть материал и даже больше чем на яблони потому что прирост этого года быстро древеснеет эта почка на прошлогодние ветки а вот эти на веточки этого года я макушку обрезал точку роста убрал и уже вот эти почки трогаются и жесткости достаточно чтобы привить далее персик на нем тоже побеги этого года как и на сливе до состояния прививки вызрев где-то после 5 июня я бы прививал его если надо прямо сейчас то тогда обрезал бы вот эти листья не стали вот эту точку роста надеюсь будет лучше видно вот убрать кисти не ставить то что ты середине вот здесь такой ладно всем удачи и до встречи на грядках и